Когда вы делаете преобразование собственного сознания через сознание Бога, вы практически охватываете в системе управления всю ту часть, которая касается именно всех явлений реальности. То есть вы практически можете тогда сделать управление, например, там с любой стороны по отношению к человеку. В плане именно, например, имеется в виду геометрически с любой стороны сделать управление по, значит тому, что где бы человек ни находился, поставить вокруг нее те системы управления, которые создают ему вечное развитие. Авторский семинар проведен Григорием Грабовым Петровичем 21 января 2005 года. Вторая задача – обеспечение вечной жизни. Значит, здесь получается, что вы как бы имеете универсальный доступ к человеку, и именно человек вечен. Он позволяет такой доступ осуществить именно с точки зрения вечного развития. Там ведь его полная свобода, ведь здесь обратное действие, вечное развитие. Значит, человек в бесконечности полностью свободен. Значит, он там лично на полной свободе, воле, вам дает возможность как бы подойти с любовью из стороны и передать вам информацию. Вот когда вы уже научитесь передавать информацию с любой стороны человеку, то дальше у него уже точно будет вырабатано, ну, как бы, такое решение. То есть, он либо там принимает информацию, либо нет. Но зато вы все системы, как бы, передачи осуществили. Как же, так же устроено и сознание Бога. Он создал большой мир, да, с большим количеством событий, или пусть даже уникальное какое-то событие. И все это для того, чтобы передать знание Бога. Вы можете, например, знание взять, можете взять попозже там. Но рано или поздно человек все равно, все-таки по большому счету, ориентирован на то, чтобы принять. То есть, изначально, он так самостоятельно, вопшинто, выбрал именно такой путь, чела бека. О, дабыр саво митимис, и глобальнию пасаулию ивыки, су тикслу, опрупинти амжину гивениму, ну, шиандин, и кибе галибес. О, дабыр саво митимис, ивыки. О, дабыр саво митимис.